Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня пятница, 27 ноября. В этот день Святая Церковь за богослужением предлагает нам для нашего назидания и рассуждения отрывок из Евангелия от Луки, глава 13 стихи с 31 по 35. По традиции послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьякона Свято-Троицкой Александра Невской Лавры отца Александра. Во время оно приступиш, а ко Иисусу нец и от фарисей, глаголющий ему, изыди и иди отсюду, яка ирод хвощет тебя убити. И рече им, ше шерците лису тому, сей сгоню бесы и исцеление творю днесь и утре, и в третий скончаюся. О баче подобает меднесь и утре, и в ближний идти, як невозможно есть пророку погибнуть и кроме Иерусалима. Иерусалиме, Иерусалиме, избивы пророки и каменьем побивая посланные к тебе, коль крат и восхоте собрать и чадо твоя, якожи кокож гнездо свое под креле, и не восхотесте. Се оставляется вам дом ваш пуст, глаголю же вам, якони има теми не видите, дон деже приидет, и к даричете, благословен гряды во имя Господне. Так, дорогие братья и сестры, этот евангельский отрывок звучит на церковно-славянском языке. Но прежде чем нам приступить к рассуждению, прочитаем вместе это зачало в русском синодальном переводе. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Иерат хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, сей изгоняю бесов и совершаю исцеление, сегодня и завтра и в третий день кончу». А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, «Благословен гряды во имя Господне». Иерат Антипа, правитель Галилеи и Переи, где в то время находился Иисус Христос, желал, чтобы Господь поскорее удалился из-под властных ему владений. Но, опасаясь возмущения народа, всегда толпами следовавшего за Господом, поручил фарисеям внушить Господу мысль о том, что ему угрожает опасность. Поэтому, придя с предостережением некоторые из фарисеев, под видом особого расположения ко Господу, посоветовали ему удалиться из пределов власти Ирода, сказав, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Хитрость и вероломство, и коварство Ирода были известны всем. И, понимая это, Господь ответил, «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление, сегодня и завтра, и в третий день кончу». Александр Павлович Лопухин поясняет, что Господь говорит, несомненно, о том, что окончится его настоящая деятельность, которая состоит в изгнании бесов и в исцелении болезней и проходит здесь, в Пирею. Затем уже начнется другая деятельность – в Иерусалиме. Говоря же о том, что он будет творить свое дело, несмотря ни на какие угрозы до определенного времени, Господь добавляет, что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима, тем самым указывая на то, что и он пострадает там же, а не в Галилее или Пирее, подвластных Ироду. И действительно, как показывает история, пророки умирали насильственной смертью, главным образом в Иерусалиме. Блаженный Феофилакт отмечает, когда в Иерусалиме заседали разбойники, фарисеи и книжники, невозможно было владыке пророков погибнуть в ином месте, как не в месте сих разбойников, ибо они, привыкнув проливать кровь рабов, убьют и Господа. Но даже в последние дни своего открытого служения Господь, устремляя свои мысли к Иерусалиму и желая спасти каждого человека, восклицает с воплем и сердечным сокрушением. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе! Сколько раз хотел я собрать чад Твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это слова истинного Спасителя, скорбящего о людях, которые отказываются от помощи. Господь взывает к совести людей, призывая их к иной жизни и даруя свободу выбора, принять этот призыв или отвергнуть его, ведь невозможно спасти человека без его желания и участия. «Предсказывая же страшную кару Божию, постигшую Иерусалим около 70-го года, когда его опустошили римляне, Господь восклицает, «Се оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, «Благословен грядый во имя Господне!»» Здесь подразумевается день второго пришествия Господа, когда и неверующие невольно поклонятся Ему. Нам же, дорогие братья и сестры, необходимо всегда помнить о том, что Господь по своему беспредельному милосердию старается спасти каждого из нас. И здесь очень важно личное желание человека принять призыв Господа ко спасению. Помощь от Господа всегда приходит к тем, кто искренне, всеми силами старается угодить Ему, исполнить Его святые заповеди, любить Бога и своего ближнего. Господь вводит нас в Царство Божие, призывая идти путем жизни в соответствии с евангельскими заповедями, путем покаяния и молитвы ко Господу, дабы сподобить нас и после смерти стать жителями Небесного Царства. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи! Субтитры создавал DimaTorzok